Если весной вы планируете выращивать рассаду, то позаботьтесь уже сейчас о том, чтобы заготовить землю для нее. Это полезно по нескольким причинам. Во-первых, к февралю-марту вы уже будете обеспечены грунтом и вам не придется покупать его в магазине, то есть вы сэкономите. Во-вторых, вы сможете приготовить гарантированно хорошую почвосмесь, ведь продающиеся в магазинах в красивых упаковках грунты зачастую качеством не отличаются. Кроме того, большинство садоводов занимаются в эти дни разнообразными осенними работами в саду. Уборкой урожая, подготовкой почвы, посадкой и прополкой. И под рукой у вас сейчас, скорее всего, есть все то, что вам необходимо. Торф, которым вы прикрываете посадки, песок, который вы вносите в почву, если она у вас тяжелая, перегной. В целом же вам потребуется перегной, немного песка, торф и почва с вашего участка. Песок добавляем в зависимости от того, насколько тяжелая ваша почва. Если глинистая, то насыпаем его побольше. Если песчаная, то он и вовсе не нужен. То же самое касается перегноя и торфа. Если у вас почва богатая и сама по себе достаточно питательная, то их можно добавить поменьше. Все компоненты тщательно перемешиваем. Затем складываем в ящик. На дно ящика можно постелить кусок спонбонда. Хранить ящик с почвой можно, например, в подвале. Разумеется, взятая с вашего участка почва должна быть тщательным образом очищена от сорняков, иначе проблем при выращивании рассады вам не избежать. Можно также добавить залу и минеральные удобрения. Что касается последних, главное не переборщить с их количеством. Чрезмерная их концентрация может серьезно повредить рассаде. Если говорить о перегное, то лучше всего подойдут хорошо разложившиеся растительные остатки. Кстати, обратите внимание на крышу сарая или любой другой имеющейся в вашем саду хозяйственной постройки. Очень часто на ней оказываются залежавшиеся еще с прошлого года листья, которые можно с успехом добавлять в почву для рассады в качестве перегноя. Продолжение следует...